К другим темам. Жительница коттеджного поселка Вилладж добивается срочного переселения. В квартире, которую ей предоставили как сироте, небезопасно находиться. Стены покрыты инеем, а из окон дует холодный ветер. В морозы температура воздуха не поднимается выше 14 градусов. И это при включенном обогревателе и работающей газовой плите. Впрочем, больше удивляет другое. Девушка призналась, квартира, в которой она сейчас живет, раньше была предназначена под гаражное помещение. Олег Хатанзейский о невероятном. Это сейчас здесь уютно и аккуратно, но раньше помещение было предназначено под гараж. Потом строители решили, что из него получится еще одна квартира. Сделали ремонт и под видом благоустроенной вручили сироте. Вера Шучалина сначала не догадывалась о прошлом своего жилья, но правда, как говорится, все равно всплывает наружу. Пока сказали мне соседи, что с других домов. Потом я узнала, кто выдавал эти квартиры. Они сказали, что да, это был раньше гараж. С наступлением холодов стены покрываются инеем, оконные рамы пропускают ветра. Поддерживать температуру помогают обогреватели и газовая плита. Впрочем, выше плюс 14 столбик не показывает. Даже питомцы, кажется, уже поняли, что нет теплее места, кроме как у радиатора. Я, конечно, не имею строительного образования, но прекрасно понимаю, что стены здесь абсолютно пустые. Слышите? Не утеплитель, а не шумоизоляция. Поэтому чувство, что стены здесь предназначены лишь для одной нелепой функции – для придания в квартире объема. Молодая девушка обращалась в соответствующие органы, но пока безрезультатно. В СМТО, учреждении, на балансе которого эта квартира, на время холодов Вере предложили переехать в другое жилье. С ее слов, в котором нет чистого места. Хозяйка от такой помощи отказалась и временно поселилась у подруги. Сироте положено благоустроенная квартира, а не вот эта вот холодная вся, то, что невозможно жить здесь. В СМТО скрывать не стали и официально заявили. Дом, что на вилладже компания-застройщик возвела с нарушением и использовала для строительства материалы низкого качества. Скажите, пожалуйста, какой-то сейчас вариант вообще разрабатывается по поводу всей этой ситуации? Да, по поводу качества этих домов сейчас проводится проверка. А ведь в поселке десятки домов страшно представить, если все их возвели по такой же технологии. С холодной проблемой борются жители и Северной один. Коммунальные беды особенно ощутили обитателя нижнего этажа. Общая кухня стала похожа на снежное царство, а в коридорах вырастают длинные сосульки. Вот видите, что тут рубильник и все. Оно просто потечет все по стенам. И мы просто-напросто, мы все не успеем даже отсюда выскочить. Она вспыхнет, как спичечный коробок. Управляющая компания про дом словно забыла. О просьбе людей коммунальщики игнорируют делать ремонт, отказываются. Здесь грибок у нас, жить невыносимо, дети болеют. У нас же дети есть, школьники. Во-первых, здесь антисантерия ужасная. Мы вот сами, что можем, сами делаем. Сами моем, сами убираем. Под снос жилое строение не стоит, поэтому о переселении речи не идет. Ремонт дома – как частичное решение проблемы. Но и его в планах коммунальщиков тоже не предусмотрено. Будем сейчас с тобой беседу вести. Тихонько, не упади. Снимая репортаж, мы просто не могли не зайти в комнату этого мужчины. Игорю Маркову всего 49, но он уже частично парализован. После инсульта, который случился в августе прошлого года, его приковало к постели. Ухаживать за мужчиной некому, помогают только соседи. Прошлой осенью, после выписки из больницы, к нему приходил врач и забрал документы, чтобы оформить инвалидность для получения пенсии. С тех пор медик пропал. Когда его выписали, я позвонила, записала вызов терапевта. И приходил врач к тебе, да? И ты все документы отдал врачу. Вот и все, и на этом все закончилось. То есть, грубо говоря, не стоит? Ничего, никаких. Ну, у него группа ему положена. По его заболеваниям группа не положена. Да это понятно, что положено. Он сам себя обслуживать как бы не может. Мы вызвали представителей Центра социального обслуживания. Они сказали, что к мужчине приезжали еще в сентябре прошлого года. И тогда он, мол, отказался от их помощи. Поэтому об Игре Маркове, о Польше, не вспоминали. А правда, что от инвалидности отказываетесь? Не. Не отказываетесь? От дома, да. От инвалидного дома, да, отказываетесь. От инвалидности, не отказываетесь? Не. Не. То есть, вы только за, чтобы вас признали инвалидом и чтобы оплатили пенсию? Не. После этих слов на камеру судьбой беспомощного мужчины социальные работники наконец займутся. В первую очередь нам пообещали, помогут Игорю Маркову установить инвалидность. В первую очередь выясним в больнице, кто к нему приезжал, какие документы запрали. Соответственно, думаю, его оформим в больницу для того, чтобы поставили группу инвалидности, если будут показания к этому. Далее оформим пенсию. И на основании этого, думаю, организуем посещение социальных услуг на дому, но если не будет противопоказаний к социальному обслуживанию. Пока же за мужчиной продолжат ухаживать его неравнодушные соседи. Олег Танзейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Продолжение следует...